Осень радует яркими красками и у многих возникает желание запечатлеть эту красивую картину на бумаге. Осенняя тематика востребована как в творчестве именитых художников, так и на детских уроках по рисованию. В Центральной библиотеке состоялся мастер-класс по скетчингу, в котором могли принять участие все желающие, но собрались только совсем юные художники. Занятие провела главный библиограф Видновской Центральной библиотеки Полина Мельникова. Из-за того, что у нас сейчас продолжается пандемия, мастер-классы проходят не очень часто, не так, как нам хотелось бы. До пандемии у нас они проходили каждую неделю. Всегда была разная тематика, у нас даже был клуб подсолнух, который каждую неделю задавал какую-то тему. У нас собралось очень много людей, буквально многим даже не хватало места здесь. Ну а сейчас мы в таком мини-формате существуем. Для вдохновения участникам были предоставлены скетчи, образцы на тему осени. Главной на них была тыква – королева осеннего урожая. Скетчинг – это на самом деле такой очень модный, популярный вид современного искусства. Это быстрый набросок какого-либо рисунка, ну в данном случае тыквы, да? Вот, мы его быстренько рисуем карандашиком, и затем мы его раскрашиваем, например, акварелью или какими-то маркерами. И затем мы берем лайнер, лайнер и обводим. Ксюша старается не пропускать художественные мастер-классы. В будущем она планирует заниматься в изо-студии. Я хочу нарисовать эту лисичку зонечком, потому что она очень милая. Рисовали на специальной акварельной бумаге. Она очень плотная и позволяет впитывать достаточно большое количество воды. Акварель у нас любит воду, и чтобы получились такие интересные переходы цветовые, да? То есть мы делаем разную степень насыщенности одного цвета, да? Мы делаем не с помощью разных, с комбинацией разных оттенков, мы это делаем с помощью воды обычной. Творческие мастер-классы проходят в библиотеке регулярно, и принять участие в них может любой желающий совершенно бесплатно. Наталья Буслаева, Ольга Садовская, Видное ТВ.